Из книги «Открытым оком» том 17. Тема Лапкин. Книги. Вопрос 3156. Почему назвали свои книги «Открытым оком»? Были ли книги с таким же названием у иных авторов? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Назвал словами из Священного Писания числа 24.3.15. И произнес он притчу свою и сказал, говорит Валаам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком. Во всей Библии слова «Открытым оком» встречаются только два раза в указанных здесь местах, полностью дублируют друг друга. Это как позывные пророка, его печать. Мне весьма приятно было бы, если бы и о моих книгах было свидетельство Духа Святого, что они написаны с открытым оком, а не в угоду кому-то, что я видел ясно в себе вокруг и вдаль. Стихи 7.16. Польется вода из ведра его, говорит слышащий слова Божие, имеющий видение от Всевышнего, который видит видение Всемогущего, падает, но открыты очи его. И далее видение еще и неблизкого Христа. Если человек не рожден свыше, не просвещен Словом Божиим, то он может и читать Библию, и думать, что ему открыто указание. Но нужно открытым окном смотреть на все. Не зря же, говорят, открой глаза, вот реальность, римлянам. 11.8. Как написано, Бог дал им дух усыпления. Глаза, которыми не видят и уши, которыми не слышат даже до сего дня. У меня сложилось мнение, не на огромной практической основе, что идет всегда правильный отбор самого подлого, циничного, слепого, злобного, красолюбивого, трусливого, льстивого. И чтобы все это было в одном человеке, и таких допускать до священства. А истинным зрячим закрыть вход в это священное сословие. А истинным зрячим закрыть вход в это священное сословие. Еремия 23.11. Ибо и пророк, и священник лицемеры. Даже в доме моем я нашел мне честие, и говорит Господь. Матфея 15.14. Оставьте их. Они слепые вожди слепых, а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Есть, конечно, истинные пасты, но их число медленно. И они страдальцы от своих собратьев, лютых волков. Деяние 20.29-30 стихи. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, чтобы увлечь учеников за собою. Чтобы прихожане смотрели открытым оком на все, и особенно на своих пастырей, как говорит Затаус. Смотри, чтобы вместо пастыря не избрать себе волка. Словом 12.4. Не слышал, чтобы кто-то назвал свои книги открытым оком, хотя все может быть. А вот оправдать название их содержанием – это даже очень-очень непросто. Исайя 59.10. Осязаем, как слепые, стену, и как без глаз ходим ощупью, спотыкаемся в полдень, как сумерки между живыми и как мертвые. Исполненный духом, забывший себя, с молитвой к ближним на помощь спешит, накормит сироток, своих голубят, с насмешкой не крикнет пророку, пришив. Кто духа Христа не имеет, тот путь не может для Бога обителью стать, противится плоть. Нет духовных в ней чувств, не может приветить достойно Христа. Об этом стяжании столько речей, но как же конкретно к тому приступить? Молитвой заполнится отдых ночей, ходатайством спящих любовью прикрыть. Дух Божий на сердце незримо положит, тоску о небесном запретное выжжет, непримиримость с малейшую ложью, и мысли настроит все выше и выше. Откуда-то, как-то, как в веянии ветра, придет понимание тайных пророчек. Бог духа дает для смиренных немерой, откроется дивное и междустрочек. И если дождемся день пятидесятый, расслышим, как бурного ветра движение, и в сердце Дух Божий по-царски воссядет меч огненный, даст и победу в сражениях, крещение духом, небомотание. Один и залог у невесты Христа, лишь церкви не в сектах спасения настанет, меч огненный словом раздерзнет уста, и кто бы и что не сказал, вдруг поймешь, какого духа и сущность какая. Врачебные строки и слова найдешь, краеугольный заложится камень. Исполнится духом взрослеть по часам, утешитель полностью властвует в теле, душа голубица взошла в небеса, ей ангелы встречу ликуя поспели. 3 июня 2006 года Игнатий Лапкин